Наша песня хороша, но начнем сначала или хотя бы попытаемся. Наверное, так рассуждают приверженцы запрещенного в России Меджелиса. На протяжении десятилетий они обещали крымским татарам золотые горы, но в итоге все так и осталось красивыми словами. Только аппетиты у знаменитой троицы Джемилева, Чубарова и Слямова до сих пор растут. И осуществить свой план по возвращению полуострова в состав Украины они по традиции хотят чужими руками. В ход идут фейковые инфоповоды и привычные лозунги, которые уже давно потеряли актуальность. Мы вспомнили главные скандалы, на которых так называемые лидеры крымских татар собираются снова сделать пиар для себя. И нашли одну общую черту, сопровождающую любой скандал с национальным колоритом. Об эффекте толпы Анастасия Соленик. Самого честного, храброго, сильного, справедливого адвоката, который борется за справедливость. Громкими хвалебными эпитетами эта крымчанка описывает задержанного Эмиля Курбединова в коридоре здания суда. Она рядом с журналистами ждет заседание. У двери еще несколько людей. Они сначала тоже демонстрируют полную уверенность в невиновности Курбединова, а потом и вовсе неожиданно меняют профессию. Вы пришли выступить в группе поддержки, не зная, за что будет судить человек. Ну, не за крымчанка. А вы за несударование? Вы уверены? Он адвокат. Я, как и вы, я тоже журналист. Покажите. И тоже чем-то это... Покажите. Вы журналист? Да, мне информацию. А какое СМИ? Где ваша удовлетворенная подача? По правам человека, в конституции, любой человек может в любом СМИ, в любой газете публиковаться и выступать. Я не буду... Выступать нравится и самому Эмилю Курбединову. Вот встреча членов так называемой общественной организации Крымская солидарность Пахчисарая. Объединение известно тем, что под видом правозащитной деятельности оказывает скрытое влияние на крымско-татарское население республики с целью непризнания вхождения Крыма в состав Российской Федерации. Друзья, общающиеся с членами Крымской солидарности, в режиме видеоконференции в представлении не нуждаются. А среди ее организаторов недавние соперники запрещенного в России имиджлиса крымско-татарского народа, приверженцы идеологии Хизбут-Тахрир, организации, признанной в стране террористической. Но и тут у Курбединова особое мнение. Есть ряд организаций, которые вообще не подходят под понятие террористических. В том числе это и Хизбут-Тахрир. Теперь Курбединов в зале суда. Он обвиняется в пропаганде и публичной демонстрации символики запрещенного в России Хизбут-Тахрира в соцсетях. В январе 2017 года адвокат уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и опять наступает на те же грабли. На заседание адвокат привел больше 10 защитников. Три отвода суду, ни один не увенчался успехом, приступают к беседе со свидетелями. В перечне самые разные вопросы, даже те, на которые человек не обязан отвечать при всех. Вы на учете где-то на аркологическом? Снаружи Курбединова снова ждет группа поддержки. В итоге после 5 часов заседание решено принести на следующий день. Признать виновным совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 Кодекса об администрационном правонарушении. Назначить ему административное наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток. После итога Курбединов скажет, где взять сумку с вещами и вновь сделает заявление с решением суда, он не согласен, будет подавать апелляцию. Опыт я получил действовать дальше, защищать людей дальше, еще с большим рвением и силой. Поэтому если в посты как постил, я так и буду постить то, что считаю нужным, то, что считаю незапрещенным. Это мое право и мое дело. Эмиль, улыбнувшись, театрально покажет в камеру наручники, сядет в автомобиль. Провожает его все та же толпа. Именно эти люди активно стояли во время процесса по делу задержанных украинских моряков. Видимо, все это для группы лишь представление, поскольку в ходе беседы выясняется, поддержка очень избирательна. Когда задержали российского капитана Мордов, приходили? Нет. А почему? Мне интересно было. Давайте от этих подойдем пропагандон. Скажите, зачем вы пришли? Я с пропагандонами не разговариваю. Поддержать предлагали не только словесно, но и материально. Конечно. Все дела, которые здесь проходят, мы приходим поддержать обязательно. Средства, да, перечислили? Кто-то там приносил что-то, я знаю. Было такое, да. Насобирали немного-немало 30 тысяч гривен или 75 тысяч рублей, согласно материалам украинских СМИ. Автор инициативы – первый заместитель главы запрещенного в России Межлиса Нариман Желялов. Кроме денег, средства гигиены, посуда, одежда. Активист даже будущее предсказывает. Все случайные люди. Это обычные люди. Среди них есть и активисты, которые неоднократно уже приходили на такие политические процессы. Я призываю людей также реагировать на другие аналогичные случаи, которые, я уверен, к сожалению, будут в Крыму. Нариман Желялов на крымской теме уже сделал репутацию. В мае 2014 года толпа местных татар вместо празднования Хедер-Леза отправилась в Армянск. Там они собирались встречать нардепа Украины Мустафу Джемилева. Бывшему лидеру запрещенного Межлиса въезд на полуостров запретили за радикальные высказывания и провокационные действия. Несмотря на многочисленный митинг крымских татар, Джемилев в Крым так и не попал. Поэтому решил устроить в республике ряд блокад. На помощь пришли две марионетки. Лидер запрещенного Межлиса Рефак Чубаров в свою лепту внес бизнесмен Ленур Ислямов. Он подорвал линию электропередач, устроив в Крыму энергоблокаду. Ведь приказы не обсуждаются. Когда говорит Мустафа Джемилев, что нужно выключить свет, нужно его выключать. И все. Поэтому серьезно это свидетельствует к его словам. Когда говорят представители Межлиса, что мы будем возвращать Крым, тоже пусть мы серьезно относимся к этому. Будем Крым возвращать. Со светом не вышло, в рекордные сроки появился энергомост. Тогда Ислямов решил еще раз попытать удачу устроить теракт в Керченском проливе. Естественно, не своими руками. Эрнест Аблязимов поехал на Украину немного подработать. Там наткнулся на вербовщиков, пообещал хорошие условия. Российский паспорт мужчины на всякие случаи отобрали. Задание обрисовали как рыбалку. Но на самом деле люди должны были выйти в море и разбросать стальные тросы в акватории пролива. 60 штук по 20 метров. Если растянуть их в цепочку, это получится километр 200 метров. Представляете, какая масса идет. А вы понимали, что в проливе корабли не только российские, но корабли разных стран? Любой корабль мог намотать этот на винт и произошло бы кораблекрушение? Ну, сперва нет, а потом да, конечно. Во-первых, на этом любом корабле или на том же форуме могли бы дети. Эрнест решил, пока не поздно. Надо возвращаться домой. Ситуация, когда люди не знают, что именно будут делать для сторонников запрещенного в России Межлиса, не в новинку. Вспомнить хотя бы поджог дома муфти Эмиралия Блайва. Ныне осужденный Александр Стишенко рассказал. Материалы покупал, готовил смесь, но бросать коктейли Молотова отказался. Я думал, совсем будут другие акции. Не связаны с поджизнением дома. Но я подумал, что отказался, потому что могли пострадать короче люди. И я как бы не приветствую это насилие. Планов у группы было много, но ФСБ деятельность пресекла. Каждая диверсия, которую хотят совершить известные в крымских кругах личности, прикрывается ценностями народа и правами, которые якобы нарушают все требования. И тогда и сейчас под соусом с национальным колоритом. Несколько раз Джамилев и Чубаров приезжали в родовое село Айсерес, общались с людьми и толкали громкие речи о сохранении культурного наследия. По традиции все ограничилось только словами. Эта мечеть была построена в 16 веке. В украинские времена ее передали мусульманское общение. Люди хотели здание отреставрировать, а помощи просили Джамилева и Чубарова. Но те для преображения мечети не сделали ровным счетом ничего. Не вложили ни одной гривны, только продолжали кормить крымчан обещаниями. Правда, иногда приходилось и тратиться на пиар. Вот дом, в котором когда-то жили родственники Рефата Чубарова. На деревянных храмах потрескавшаяся краска, а на пыльных окнах давно не стиранный тюль. Несколько минут пешком, и вот дом Устафы Джамилева. И практически зеркальная история. Широкий жест, внушительные траты и забытье. Даже те годы после покупки этого дома, когда он приезжал сюда в качестве гостя, выходца из этого села на ежегодный праздник встречи односельчан, он никогда не подходил к этому дому. Было видно, что у человека нет никакой тяги к родовым истокам. Либо тяга эта сезонная проявлялась во время выборов, или каких-то процессов, вокруг которых можно было устроить громкую акцию. Их главная задача состоит в том, чтобы убедить мировую общественность, так называемую, и тех людей, которые, в общем-то, содержат, в том, что они пользуются этой поддержкой, и что за их стороне крымско-татарский народ, хотя народ давно уже, в общем-то, отказался от Мустафы и от Чубарова. И доказательства тому те же толпы, а точнее их размер. Он значительно уменьшился в разы. Крымские татары. На деле увидели, что за пять лет правительство российского Крыма сделало больше, чем когда-либо обещали приверженцы запрещенного в России Межлиса. Прежде всего, это, скажем так, школа, которую строили четыре украинских президента на фонтанах, а достроили только в прошлом году. Это соборная мечеть, о которой говорили 10 лет лидеры Межлиса. Именно поэтому компании из сопредельного государства все сложнее организовывать новые митинги. Сравнивая до и после, люди просто не видят смысла присоединяться к толпе под началом профессиональных обещателей. Кроме ширмы и скандалов, которые они стараются сделать политически окрашенными, у них больше ничего и нет.